И я не знаю, что со мной тогда случилось. Хотела, как умалишенная на него смотрела. Вот понимаю, он мне нужен. Он мне нужен, и все. Я ничего с этим сделать не могу. Потом встречаться с ним начали. Я даже знать не знала, что я ему тоже нравилась. Это чувство, как сказать, крылатости, какого-то счастья было. Вот то, что он рядом, мне этого хватало. Он очень веселый, разговорчивый, общительный. И потом, когда начались какие-то конфликты, все прощало многое, что думал, это пройдет. Молодость была бурная, так скажем. Моя сестра, вот, допустим, у нее два высших образования, но у меня бухгалтер, а я вот так вот, хотя бы в одной семье росли мы. Как-то вот так получилось, что все уже начали колоться. Я даже не курила, что-то не все, давай, давай, давай. Я говорю, ну, нафиг, нафиг. Ну, в общем, ну, все равно я поставилась, ну, и все, я там понеслась, шеридали. Я вот этот переворот, видимо, я пропустила. Я вижу, что это другой человек, это вообще непонятно. И не знаю вот этого человека, который вот пришел. Как стало все дальше хуже и хуже, и он стал меня бить. Первый раз это было как бы случайно, что он перепил, просил прощения. Ну, сначала плакал, жаловаться было некому. Ну, в последний раз он избил меня в день рождения, мне 39 лет. Двое суток из дома не выпускал у меня, лицо синяком было. У меня внутри, вот, Вика, она вся перекрутилась в ночной дворе. Я едва вышла, чуть под машину не попала, мужик видит, меня трясет. Я говорила, кто так? И все, и сын сказал, мама, не прощай его. Записали заявление, сын пошел как свидетель. Он уже был совершеннолетний, я его единственное спросила, ты, говорю, не боишься? Он говорит, я нет. По концовке докололся, мне было на то время 16 лет. И я на тюрьму поднимаюсь, еще даже, ну, 10-мится. Вот, вообще, вот, все были в шоке, все были. И вот из-за этого, вот из-за 90-х годов я вот такая стала, потому что я на РПТ разговаривала. Вот, когда я Ольгу еще родила, я даже не поняла. Ну, что, родила я, родила маме, можно сказать, подарила, и все. На туре святая вот девочка вот она у меня. Она мне ни разу не сказала, там, мама какая-то или что-то. Ни разу не рыпнула на меня, ничего. Всегда только мамочка, мамочка. Она у меня шестой класс, топит на одни пятерки, она по Олимпиадам ездит. Он сменил личинку в морях. И мы вообще не смогли попасть в квартиру. Мы два месяца ходили вокруг квартиры. Ни участковый, никто ничего не мог сделать. Сказали, он имеет там право. Залезла в интернет, смотрела, есть тенок, хорошие отзывы там, да, помогают. В интернет звоню им. Номер нашла, звоню. Да, может, объясняю ей ситуацию, что мне жить негде. Я с двумя детьми практически на улице. У меня хозяин дома, короче, где мать с отцом работают, выгоняют на улицу. Прям так взорвалось, что охота была аж целовать ее, что я не на улице буду. Я перепугалась просто, что сейчас откажут. И я реально пойду у детей. У меня уже была мысля, и опять уйду опеку. Я понимаю, что я просто тогда детей не вижу больше. Мы могли написать заявление в мировой службе. Мы определили право пользования квартирой. Это просто панический страх. Я на самом деле его боюсь. Потому что человеку ничего не стоит ударить. Они мне действительно такую вообще дали надежду. Прямо с роддома забрали. Они мне принесли... Чего одеть? Они мне в дом все принесли, все необходимое. Лариса Владимировна мне дает на обои. Что мы там делаем? Это такой небольшой ремонт. А она мне покупает швейную машинку, и я на дому начинаю шить. Об этом у меня потенциал есть, вот честно говоря. Я любила его мужика. Когда с глазами полный бескос свой день рождения, посмотрел на этот высокий потолок и большую комнату, и сказал, что она не стоит моей жизни. Я не буду из-за нее жить. Что-то щелкнуло. У меня с детства была мечта о большой семье, где много детей, где я счастливая, там муж хороший. Да. Не быть, я AAAA. Желаю счастливая, там только мгновенно, hablar... Любой. Было safe. Желаю. Субтитры создавал DimaTorzok